При поддержке компании Wargaming Все материалы с выставки сняты на фотоаппарат Nikon D5500 Gamescom это мероприятие, на которое раз в жизни должен попасть каждый уважающий себя геймер. Это практически как Мекка для мусульман. Да и ехать к тому же не так и далеко, ни на другой континент по крайней мере. Настала очередь причаститься к прекрасному игропарку. Да, бежать нужно быстрее, пока нас к чертям собачьим не смели вот эти ребята. Неописуемое количество народу это пожалуй единственная и главная проблема мероприятия. В этом году Gamescom посетило, вы только вдумайтесь, 400 тысяч человек. Поэтому в последние три дня в очередях нужно было стоять минут по 40, чтобы поиграть в какой-нибудь NFS. И это при том, что Gamescom раскинулся на площади огромнейших 11 павильонов. И каждый под завязку был забит играми, причем самыми разными. Как от самых крупных издателей, так и от контор поменьше. А также были и совсем уж необычные проекты, которые все еще находятся в стадии становления. А их создатели в поисках инвестиций. А еще на выставке было море самых необычных гаджетов и геймерских приспособлений. Сувенирной продукции. И конечно не обошлось без годного косплея. Посмотреть на игры можно было двумя способами. Поиграть в них своими руками, но постоять в очереди. Кстати, особенно продвинутые немцы даже носят с собой мини-стулья на этот случай. А еще мы с удивлением узнали, что бейт журналиста никаких привилегий не дает. Жди 40 минут, как все. Или попасть на открытую презентацию. Игру показывают на большом экране с комментариями разработчиков. Есть и третий путь. Общаться с девелоперами напрямую в специальных бизнес-зонах, которые были у всех более-менее крупных издателей. Но в целом, если попытаться обобщить, то Gamescom это настоящий праздник, который будет интересен даже людям, далеким от видеоигр. Красочные стенды. И даже немецких рэп-звезд. Все это, признаться, завораживает. А еще поразило количество инвалидов на выставке. И в Германии они, конечно, чувствуют себя людьми. Ну, а окончательно добили нас местные розыгрыши. А точнее, просто раздачи призов. Ну, то есть, когда призы бросают тебе просто в голову, это сложно назвать розыгрышем, верно? И такое безумие творилось на стендах практически всех крупных паблишеров. Так, чтобы не соврать, из Германии я вернулся с двумя огромнейшими пакетами сувениров. По большей части раздают фигню разную, конечно, но удалось отхватить и серьезные вещи. Новые лицензионные игры, флешки с хорошим объемом, зарядные для смартфона, кепки, шляпы и неплохого качества футболки. Улов получился действительно неплохим. Ну что, хотите что-нибудь из этой кучи сувениров? Тогда вам нужно выполнить всего два условия. Первое. Подписаться на нашу ВК-группу. Второе. Кинуть в комментарии ссылку на свой ВК-профиль. Ну и можете еще что-нибудь написать. Как вам видео, например. В течение недели каждый день мы будем выбирать одного победителя. То есть всего их будет семь. Удачи!